24 сентября состоялась важная встреча представителя администрации президента Российской Федерации с руководителями национальных общественных организаций Крыма. Приехала сюда для того, чтобы встретиться с национально-культурными объединениями Крымского федерального округа, Республики Крым в первую очередь, обсудить насущные проблемы, которые существуют в их деятельности, поделиться опытом и рассказать о тех проектах федеральных органов власти и федеральных проектах, которые реализуются в целях и в интересах национально-культурных автономий в регионах. В свободном общении председатели республиканских национально-культурных автономий могли задать все интересующие их вопросы и получить ответы, которые не были разъяснены в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 17 августа. Одним из них стал вопрос о проектно-грантовой работе. Согласно законодательству Российской Федерации, для получения грантовых средств история культурного объединения должна насчитывать не менее года. В связи с переоформлением документов все крымские национальные автономии столкнулись с рядом проблем. До того, как возникла тема крымских организаций, в России не было с этим никаких проблем. Большинство крымских организаций некоммерческих проходили, скажем так, перерегистрацию. Не создавались вновь, а вносились в государственные реестры юридических лиц Российской Федерации. Вся эта история осталась, она существует, государственные органы могут ее подтвердить и тем самым эти ограничения не будут использоваться. Поэтому те организации, которые имеют гранты, подготовленные, может быть уже заходили, но вот по этому недоразумению не смогли поучаствовать, то призываю всех все-таки не стесняться использовать эту возможность. Решение этого вопроса дало возможность представителям национально-культурных автономий подавать свои проекты, что стало хорошей новостью для руководителей общественных организаций, которые уже изъявили желание получить гранты на проведение различных мероприятий. Сейчас мы подготовили также проект, мы уже его подали. Проект мы назвали «Народная дипломатия». В принципе, мы его делали уже, и наши немцы, наши телезрители, граждане Крыма видели этот проект, когда мы встречали две группы, организовывались в Германии, и насколько позитивно они отнеслись к Крымской весне, к политике Российской Федерации. Вот примерно такой проект мы хотим реализовать и в будущем году. В ходе встречи также обсуждались вопросы о судьбе депортированных граждан, строительстве этнографической деревни, расширению Дома дружбы народов и многие другие, которые, по словам представителя администрации президента Татьяны Вагиной, будут рассмотрены и решены в ближайшем будущем. А руководители национально-культурных автономий отметили важность проведения подобных мероприятий и выразили надежду на продолжение тесного сотрудничества. Я думаю, что такие встречи, они полезны и полезны для всех, и для представителей администрации президента, и сегодня присутствовали и представители Государственного комитета, наши исполнительные власти. Для всех такие встречи полезны, они нужны, это правильно, и нужно дальше продолжать вот в таком же духе. Мы находимся на Всероссийском фестивале «Мир в радуге культур», в рамках которого познакомим вас с наилучшими образцами национальных творческих коллективов Крыма и России. Название фестиваля, прошедшего в Алуште в середине сентября «Мир в радуге культур», наиболее полно отражает главные цели мероприятия – осуществление межкультурного обмена и расширение межрегиональных связей. По словам организаторов Дома дружбы народов и Государственного комитета по делам национальностей, праздник мира и дружбы станет хорошей традицией в будущем. Грандиозное получилось мероприятие в том плане, что отзывов очень большое количество, и все они только в таком самым качественном русле, скажем так, высказаны. Потому что вот этот вот фестиваль, он сплотил также опять все народности, проживающие в Крыму. Официальным открытием фестиваля стал круглый стол через культуру к миру и согласию, который прошел в Доме творчества Подмосковья. В нем приняли участие академики, профессора, работники культуры, руководители организаций, для которых тема многонациональных отношений в Крыму всегда останется актуальной. На круглом столе выступало несколько докладчиков. Общий стержень этого мероприятия был посвящен тому, что все национальности в Крыму должны сохранять спокойствие, должны дружно, толерантно относиться друг к другу. И вместе строить будущее Крыма. Вот это вот самое основное. Вокруг этих идей-то и строились все вот эти вот выступления. Ну и, конечно, немножко мы осветили те проблемы, которые у нас есть и те, которые мешают нам развиваться. Важность единения всех народов, проживающих в Крыму, была отмечена всеми участниками круглого стола, которые выразили желание проводить подобные встречи как можно чаще. Проведение круглого стола, там рассчитывали одно время на его проведение, ушло даже более времени, потому что настолько хотели все высказаться присутствующие, столько проблем, вопросов, которые обсудили и решили. И все даже высказали свое пожелание, чтобы вот такие вот круглые столы проводились как можно чаще. В это же время прошел мастер-класс для руководителей вокальных и фольклорных коллективов. В особый восторг гостей фестиваля приводил Народный театр живой скульптуры, актеры которого демонстрировали костюмы народов, проживающих на нашем солнечном полуострове. Вам нравится праздник? Порадовала зрителей и презентация национальных павильонов на широком на дворе, собравшая на Алуштинской набережной всех желающих познакомиться с обычаями и традициями крымчан. Я думаю, что прекрасно, все погода сегодня как будто специально под заказ, народ доволен. Естественно, нам важно, я когда вижу, что люди довольны, значит это уже оценка нашей работы. С огромным нетерпением все участники и гости фестиваля ожидали начала концерта творческих коллективов, который открылся торжественным шествием всех участников мероприятия. Концертная программа была полна разнообразнейших номеров, которые тонко демонстрировали многонациональную крымскую культуру. Мне нравится, что представлены все народности, населяющие Крым. Так сказать, вот эта разноплановость. И очень здорово, что украинские девушки поют, танцуют вообще замечательно просто. Очень понравились крымско-татарские исполнения. Мне, например, было очень приятно послушать немецкие коллективы, понимаете, это так здорово. Очень неожиданно, я для себя открыла очень. Немецкая культура на концерте была представлена коллективами из Симферополя, Ялты и Феодосии, которые подарили гостям фестиваля песенные и танцевальные номера. Столичный ансамбль «Нахфигаль» привез композицию «Что дарит нам виноградная лоза». А мы привезли сюда нашу любимую пасбринга «Уст Дас Рэбен». Это что приносит виноградная лоза. Сейчас уже зреет виноград и уже начнутся винные фестивали у нас. Уже первый прошел, но я думаю, фестиваль вин – это все-таки октябрь месяц. И мы, так сказать, поставим такую преамбулу своей песни этим фестивалям винным, которые, я надеюсь, будут удачно, успешно проведены у нас в Крыму. Еще одним ярким выступлением была немецкая композиция «Deine Zärtlichkeit» – «Твоя нежность» в исполнении солистки вокального ансамбля «Singen der Herzen». «Он гердит в этом Леве» «Со орды ступств трене» «Дан гейст эс бэссэр» «Ду ист ничт айлайн» После каждого выступления зрители восторженно аплодировали и делились неподдельным восторгом от всех номеров концертной программы. Такой концерт, объединяющий все национальности нашего Крыма и вообще России и вообще народы мира. Такие концерты должны проходить. Они очень, как вам сказать, успокаивают душу, настраивают на положительные эмоции, на оздоровление всех отношений, всех народов нашего Крыма. Насыщенный фестивальный день получился многогранным и интересным, а хорошее настроение и положительные эмоции еще долго останутся в сердцах гостей и организаторов мероприятия. А в продолжении нашей программы постоянная рубрика «Учим немецкий». И сегодня мы поговорим о праздниках и фестивалях, которые так любит немецкий народ. Тема сегодняшней программы – «Де фестиваль». Фестиваль. Фестивали, проводимые в Германии или Крыму, наиболее полно характеризуют культуру немецкого народа, сохраняют и приумножают ее наследие. Би-культуо – культура. Би-культуо – культура. Несомненно, немецкий народ любит праздники. Именно поэтому в Германии их насчитывается такое огромное количество – «Дасфест» – праздник. Немецкие танцы – задорные и подвижные. Они наиболее полно отражают культуру немецкого народа. «Деа фолькстанц» – народный танец. «Деа фолькстанц» – народный танец. Уже много веков любому народу песни помогают преодолевать трудности и радоваться успехам. Именно поэтому на немецких фестивалях неотъемлемым атрибутом является песня. «Das Lied» – песня. «Das Lied» – песня. На фестивалях часто устраивают разнообразнейшие выставки, которые содержат характерные элементы культуры того или иного народа. «Диаусштеллинг» – выставка. «Диаусштеллинг» – выставка. Фестиваль – это яркое и запоминающееся культурное событие, которое на долгое время сохраняет в сердцах гостей добрую и теплую атмосферу. Хорошего вам настроения и до встречи через неделю! Ускорб 무엇инга Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ускорбова Корректор А.Кулакова Орбов